Ленинград 18 января 1943 года у рабочих поселков номер 1 и номер 5 блокада была прорвана. Общие потери советских войск в ходе операции искра составили по разным источникам от 115 до 150 тысяч человек. Друг, товарищ, там за Ленинградом ты мой голос слышал за кольцом. Дай мне руку, прорвана блокада, сердце к сердцу посмотри в лицо. Кровь друзей, взывавшая к отмещению на полотнах полковых знамен. На река убийцам нет прощения, прорвана блокада. Мы идем, мы сегодня снова наступаем, никогда не повернем назад. Мой малыш, сынишка, спи, не зная, как сегодня счастлив Ленинград. 27 января 1944 года. В результате Ленинградско-Новгородской операции «Январский гром» блокада Ленинграда была окончательно снята. Ожесточенные бои развернулись на Невском пятачке. Невский пятачок, плацдарм на берегу Невы, площадью до полутора километров. В ходе боев за Ленинград на нем погибло более 50 тысяч советских воинов. Четыре человека на каждый квадратный метр. По данным чрезвычайной комиссии, в результате блокады голодной смерти умерли 641 803 человека. Еще более 150 тысяч погибло от бомбежек-австрелов. Многие умерли уже в эвакуации от дистрофии туберкулеза. Всего погибших насчитывается более 850 тысяч человек. Для сравнения, военные потери союзников за всю историю Второй мировой войны составили около 700 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 и около 150 тысяч снарядов. Разрушена треть жилого фонда, 840 промышленных зданий, две трети медицинских учреждений, половина школ, 187 из 300 исторических сооружений, почти полностью разрушены исторические пригороды Петродворец, Пушкин, Павловск. Культурную столицу восстанавливали всем миром. Ленинградцы осваивали строительные специальности, посвящая свободное время восстановлению любимого города. В 1946 году в первой квартире Дали Газ. В 1948 году начались передачи ленинградского телевидения. К 1952 году ликвидирована детская беспризорность. Формально последствия блокады были устранены к 1958 году. Окончательная реставрация исторических пригородов завершилась в 1966 году. По золоту адмиралтейства восстановили только в 1977 году. «Хотят ли русские войны?» «Хотят ли русские войны?» Под шелест листьев и афиши. «Ты спишь, Нью-Йорк?» «Ты спишь, Париж?» Пусть вам ответят ваши слова. «Хотят ли русские войны?» «Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою над землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей. И вы тогда понять должны, хотят ли русские войны?» «Хотят ли русские войны?» «Хотят ли русские войны?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Только будем осторожней! Не расплещем память зря! Память у людей, конечно, так устроен человек! Но такое надо вечно не забыть! Из века! Добро пожаловать в наш канал!